Приветствую вас. И вы знаете, я бы не называл точного количества времени, которое должно пройти для того, чтобы человек после смерти своего любимого, своей супруги в данном случае, был готов к другим отношениям. У каждого это очень индивидуально. Понимаете, если просто расстаться с любимым человеком, это уже сама по себе травма. Если такое расставание происходит, то люди и до трёх лет могут, ну и больше, испытывать проблемы. Зависит это исключительно от темперамента. Если человек, допустим, шангвиник, то есть активный очень, направленный на внешний мир, то тут понятно, понятно, быстрее пройдёт процесс отвыкания и быстрее наступит готовность к новым отношениям. Если человек холерик, то это меланхолик, то, соответственно, больше времени проходит для того, чтобы человек отвык от предыдущего любимого человека и испытывал готовность к новым. Здесь же имеет место трагедия. То есть, по сути, имеет место быть память. Память о умершем жизни. И эту память мужчина, вот, скорее всего, не хочет предавать. Не хочет оскорблять. О, блин, отношения. По крайней мере, у него есть такой момент, такой момент. Память, значит, жены. Он помнит о ней. У него есть её образ. И вам, по сути, предстоит соперничать не с реальной женщины, как, вот, в других ситуациях, возможно, а ушедшие. С памятью они. Это гораздо сложнее, потому что память идеальна, в отличие от реального человека. И неизвестно, может быть, он уже готов, может быть, нет. Но, поскольку человек, он закрытый, как вы говорите, то, значит, процесс отвыкания, процесс готовности к новым отношениям, реально занимает больше времени. Вы знаете, вот период, который прошел после смерти жены достаточно большой, уже около 5 лет, если я правильно понял. И на самом деле вам нужно думать не о том, готов ли он, жены, а побольше разузнать о том, какие у мужчины желания, какие у мужчины потребности, чего мужчина хочет от женщины, от своей женщины, и постараться это ему дать, постараться нужно показать ему, что вы готовы ему это дать. И вот тогда он, мужчина, увидит, что вы готовы с ним сблизиться, и своим поведением покажет вам, готов он к новым отношениям или нет. Важно здесь только не спешить, не давить на него, не навязываться ему, бережно относиться к его чувствам и учитывать, что если память о жене имеет место быть, то мужчина более сложнее будет подходить к вашим отношениям, тяжелее будет отпускать, значит, прочное и тяжелее вступать в будущее. Потому что те страдания, которые он перенес, та боль, она может быть уже прошла. Но боль приходит, а раны остаются. И рана здесь, вот душевная рана, это не желание, не готовность, даже может быть страх перед повторением этой ситуации. По сути, произошло как? Мужчина жил со своей женой, она умирает. Ему пришлось переадаптироваться с поведением с ней на поведение в одиночку. Для человека 35 лет, это довольно, ну, тяжелая задача. Он как бы уже не маленький, чтобы легко реагировать на меняющиеся обстоятельства. И человек с трудом переориентируясь на одинокое существование, привыкнув так жить, не хочет, имеет право, точнее, не хотеть впускать кого-то в свою жизнь, именно из-за страха потерять вновь. И вновь испытать те же самые страдания. И потому здесь важно, чтобы вы на него не довели, не торопились, но и не слишком затягивали, как бы, развитие отношений. То есть важно показать ему ваши намерения, вашему парню, изъявить ее как-то, дать понять, что вы готовы, мужчины, поддерживать, значит, дать ему то, что он хочет, и после этого посмотреть на его поведение. Если ничего не припримет он, то показать ему опять наглядно, ненавязчиво, но наглядно, что вы не будете его ждать, что вы будете двигаться вперед, то он увидел, но вы простите, ждать его не собираетесь, у вас своя жизнь. И вы не будете их терять в пустую. И тут уже зависит от вас. Вот вы покажете ему, что вы будете идти вперед. Если он не пререагирует, а симпатия у вас достаточно серьезная будет ему, ну можете тогда сказать ему прямо. То есть все по-честному. Ибо терять вам нечего в этом случае уже абсолютно. То есть вы либо полностью с ним теряете шанс построить отношения, либо вот таким откровенным разговором, точнее даже не разговором, а монологом как бы пытаетесь реанимировать последний шанс, реанимировать отношения, да, и направит их на конструктивное русло. Но это как самый крайний случай. А пока постепенно общаетесь, постепенно узнавайте его желания, потребности, предпочтения, старайтесь, старайтесь удовлетворять их естественно, в легкой форме, чтобы мужчина понял, что вот вы знаете, вы четко к нему относитесь, уважительно видите его предпочтения и так далее, что вы готовы к этому блещу и смотрите на его поведение. А время, время оно, понятие относительное. У каждого человека может быть, знаете, внутреннее ощущение, вот. Допустим, прошел год, человек кажется, прошел день. Другому человеку прошел день, человек кажется, прошел год. Это зависит от внутреннего течения, внутреннего построения, восприятия. Это про страсть, можно говорить, вот как примерно, сколько длится страсть. Там примерно, примерно есть сроки. И то, от темперамента зависит. И от много чего еще, от многих факторов. Но странно, какие-то условные сроки есть. А такой страсть может годами длиться. И мужчине, может быть, нужна стряска как раз, чтобы почувствовать готовность. Ему нужен толчок, чтобы начать жить дальше. И вы можете послужить хорошим стимулом. Теперь все зависит только от вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по ногу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока, желаю вам удачи. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok